Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И это мое новое видео по совместительству, моя новая рубрика, и она называется «Игра в Карину». Суть этой игры заключается в том, что я зову своих подписчиц, подписчиков, которые должны соревноваться за главный приз. Будет три раунда. В первом раунде девчонки должны знать полную информацию обо мне. Во втором раунде повторять мой макияж, например, макияж, который сейчас на мне, или макияж, который есть у меня на фотографиях в Инстаграме. Кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах. Туда я выкладываю очень много всего интересного, а также лайкаю ваши фотографии и подписываюсь на ваши аккаунты. Ну и третий раунд. Подписчик должен сочинить страшную историю в течение пяти минут. Это видео будет очень интересное, а также я надеюсь, что вам очень понравится эта рубрика. Если же это так, то обязательно напиши об этом ниже в комментариях. А я желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Всем привет, меня зовут Настя, я из Москвы, мне 17 лет. Учусь я на заочном отделении в колледже по профессии юрист и по совместительству я модель. Всем привет, меня зовут Алиса, я учусь на продюсировании. Также я работаю преподавателем общества знаний, мне 18 лет. Всем привет, меня зовут Диана, я из Москвы, мне 16, учусь на системного администратора, люблю танцевать. Итак, девчонки, смотрите, первый раунд заключается в том, что вы должны ответить на несколько вопросов, а конкретно их будет шесть. А по мне первый вопрос, насчет три, я считаю, вы должны будете ответить. Если никто не ответил правильно на этот вопрос, то я вам даю подсказку. Первый вопрос. Когда у меня день рождения? 14-го. 14-го. Март 2003-й год. А раз, два, три. Офигеть! Две девчонки ответили правильно сразу же. Настя и? Диана. Диана. Молодцы. Хорошо, второй вопрос. Какая у меня была первая татуировка? Раз, два, три. Летом прошлого года? Написи. На ночь? Нет. Под грудью? Нет. На ребрах? Нет. Сердце? Нет. На руке? Да. И какая она была? Может быть, просто можете там одно обозначение или хотя бы одно слово назвать? Не, надпись 100%. Надпись сложна, хорошо. Там была одна картинка. Примерно на какой руке? На левой руке. Вот тут. Но она уже перекрыта. Так что вы ее сейчас не увидите. Может быть, имя? Нет. Не буква? Нет. Нет. Летает? Птица. Птица. Молодец. Вот этой девчонке один балл и тебе один балл. Тебе, солнышко, за то, что ты сказала, что на руке, а тебе за то, что ты сказала, что ты птица. Ты птица. За то, что сказала, что птица у меня была набита на руке. Итак, третий вопрос. Как зовут мою собаку? Раз, два, три. Милка. Милка. Ты ответила первая, ты ответила вторая, ты ответила третья, да. Тебе и тебе балл. Четвертый вопрос. Как называется моя книга? Раз, два, три. Мои страшные истории или страшные истории? Карина Аракелян. Нет, страшные истории Карины Аракелян. Еще раз, у кого какой ответ был? Страшная история Карина Ракелян. С просто страшной историей. Ага, страшная история. И ты. У двух девчонок есть по одному баллу. Карина Ракелян там нету. Карина Ракелян только на обратной стороне. Пятый вопрос. Как зовут мою сестру? Раз, два, три. Полина. Молодцы, всем по одному баллу. Молодцы. И последний, шестой вопрос. Какую максимальную длину ногтей я наращивала? Раз, два, три. Один мякер. Молодец, ты первая, ты вторая. Вам по одному баллу. Это был первый раунд. А ко второму раунду мы прямо сейчас подготовимся. Так, а теперь второй раунд для девчонок заключается в том, что они должны повторить макияж. Вы должны повторить макияж, который на мне прямо сейчас. Для этого я подготовила палетки. В некоторых палетках есть совершенно не те оттенки, а на некоторых прям вообще те же самые. Вы не знаете, вы не можете открывать палетки, но вы должны проверить вашу интуицию. Водичка нужна для того, чтобы вы использовали ее, когда смывали макияж. Вот эта вот маслица, она нужна для того, чтобы вы стерли либо что-нибудь сверху, но вы можете не стирать, если у вас есть стрелки, потому что на мне сейчас есть стрелки, чтобы вам заново их не рисовать. На тебе, солнышко, стрелок нет, поэтому тебе придется их рисовать прямо сейчас. Смотрите, у вас будет 30 секунд на то, чтобы выбрать косметику. Можете сейчас сосредоточить взгляд на косметике. И вот это масло, оно может вообще чуть-чуть пощипывать глаза. Если же это произойдет, вы просто ватный диск мочите в водичке и протираете свои глаза, чтобы этого не произошло. Вот, поэтому 30 секунд я прямо сейчас считаю. Забирайте кисточки, косметики, время пошло. Вы все, я так понимаю. Все, у девчонок есть косметика, лишнее осталось в принципе, но они выбрали ту, которой они будут прямо сейчас пользоваться. Зеркала я для девочек не подготовила, в этом и заключается суть второго раунда, то есть они должны пользоваться фронтальной камерой. Именно из-за этого повышается сложность второго раунда. У вас есть 5 минут на то, чтобы сделать макияж, который на мне. Я замру на одном месте, чтобы от вас не отворачиваться и поехали. Пока девочки красятся, я хочу сказать, что не я буду выбирать победителя, а мои подписчики в инстаграме. Поэтому вы должны обязательно подписаться на мой инстаграм, чтобы участвовать в последующих видео. Или может быть именно ты станешь участником моего шоу уже во втором или в третьем, четвертом, пятом, шестом выпуске. Я спрошу у подписчиков, кто победитель, и они уже проголосуют. Кстати, мальчики тоже могут участвовать в моих выпусках, и для них второй раунд будет совершенно другой. То есть мальчишки краситься не будут, так что можете не переживать. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Все, все останавливаемся, и я выкладываю историю в свой инстаграм. Ребята, ваша главная цель сейчас запомнить, какой макияж на мне. А теперь голосуем. Первая девчонка, которая повторила мой макияж, вторая и третья. Голосуйте, кто смог повторить макияж лучше всех. От вас зависит выбор. Итак, девчонки, за две минуты мою историю просмотрело тысяча человек. Первый, то есть ты, получает 148 голосов, ты получаешь 53, и ты получаешь 107. Поэтому и тебе, и тебе начисляется один балл. И мы приступаем к третьему раунду. Ну а теперь третий раунд заключается в том, кто круче придумает страшную историю за пять минут. Итак, ваша тема под названием «Колобок». И вам нужно придумать за пять минут историю страшную про колобка. То есть в этом и заключается третий раунд, потому что, в принципе, колобок — это какая-то интересная, веселая сказка. Вам нужно из этого придумать что-то такое более страшное. У девчонок будет пять минут на придумывание истории. И тот, кто, по моему мнению, напишет и прочитает самую интересную историю, я начисляю ему пять баллов. А тем девочкам, которые сочинили более-менее истории, то есть не особо страшные, но в любом случае прикольные, им начисляется по два балла. Итак, девчонки, на счет три вы можете писать в заметках истории, то есть не в голове придумывать. Можете просто написать где-нибудь их кому-нибудь там в сообщении или как-нибудь. Вот. В принципе, время пошло. А мы должны прям из сказки «Колобок» что-то... Нет-нет-нет, просто «Колобок», просто чтобы фигурировал. Главное, чтобы про колобка что-то было из сказки, можно ничего не брать. Мне кажется, что девчонки, которые прямо сейчас сидят рядом со мной, наверняка смотрели хотя бы одну мою страшную историю, ну и наверняка увлекаются этим, потому что перед тем, как начать снимать это видео, многие девчонки спросили, а будет в подарках моя книга о страшных историях. Кстати, опять же, пользуясь случаем, по ссылочке ниже вы можете приобрести мою книгу, где я написала для вас огромное количество страшных историй. Так что, я думаю, девчонки этим увлекаются, но я пока не буду им мешать и думаю, что они справятся. У вас три минуты тридцать секунд. А вы говорите, что все так легко. Девчонки очень сосредоточенные, я прям это вижу. Напряжение. Да, я когда придумываю сценарий к каким-то страшным видео или к видосам, которые, в принципе, я снимаю, я тоже точно так же задумчиво выгляжу, типа, блин, это реально очень сложно. А девчонкам, у которых нет, в принципе, в этом опыта, они не так долго снимают. Я думаю, это, конечно, тяжелее, чем я думаю. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Итак, кто, по вашему мнению, должен прочитать первую историю? Ты решила? Так, хорошо, давай ты. Ты первая закончила, ты первая читаешь. История Селина Монгьякова, убийца, у которого погоняло Комакова в одном спаме в районе, который только строился, есть много заброшенных домов, о которых много страшных и мистических историй. И вот начали пропадать в этом спаме в районе дети, которые лазили в эти заброшенные дома и сразу же стали пропадать. Начали разбираться с этой ситуацией и находили только тело этих детей, без головы. И однажды один маленький мальчик мог убежать от этого убийцы. Рассказать об этом на руке он был без головы. Это было только черное пятно. У него была коллекция пропавших двух детей, а сам их без головы. Убежал этот мальчик, рассказал все взрослому полиции, обидеть в поиски. И больше этого мальчика никто не видел, но дети стали пропадать по прежнему. Вау! Хорошо, теперь давай ты. В животных новостройках однажды жили животные, но среди них жил колобок, мама колобок. Жили они в новостройке, и у всех всегда было все слышно, так как новостройки и стены везде тонкие, монолит так называемый современный. Но всегда было тихо. В какой-то момент по соседству с мамой колобком жил ежик. И он стал слышать странные звуки, что как будто кто-то двигается по стенам. Он сначала решил не обращать на это внимания, но через какое-то время, в 19.30, он обратился в звериную полицию. Позже, когда звериная полиция приехала, они ничего там подозрительного не заметили, но решили, что это был ложный вызов. Через время ежик узнал, что мама колобок ходила к кролику-гадалке, которая ей наколдовала ребенка колобка. Соответственно, ребенок-то родился, но через время он умер. Поиграв с ним один раз, он тебя уже не отпустит, навещая тебя каждую ночь. У меня по классике, у меня жил был колобок, бабки ели. Однажды он остался дома один, повсюду началась какая-то самобуха. Колобок сидел на подоконнике, и он точно знал, что перед выходом бабка и детка всегда включают свет по всему доме. Но в какой-то момент он оправдан обнаружил, что в туалете включен свет. Он подкатывается к туалету и обнаруживает, что дверь закрыта с обратной стороны. Его это очень сильно напугало, и с этого дня началась всякая чертопщина. То сенсорные лампочки в спальне крутятся сами, то запороленный телевизор на канале НТВ. Колобок был страшно напуган и сообщил об этом бабушке и дедушке. Они не поверили, но больше начали замечать, что это все происходит тогда, когда они находятся дома. Они списали это на то, что колобок, все это устраивает, и решили висеть. Вот такая была тяжелая ситуация. Если честно, ребят, мне понравилась каждая история, поэтому я предлагаю девчонкам буквально за одну минуту придумать название их страшной истории, и уже по названию подписчики смогут выбрать, какая история была интересней. У вас есть одна минута? Итак, я говорила, что победителю, который рассказал самую страшную историю, начисляется 5 баллов. А девчонкам, которые просто написали историю, которая вроде бы, да, интересная, страшная, но не такая, как у победителя. Итак, по голосованиям историю за 3 минуты просмотрело 2000 человек. Мистическое поедание колобка 89 голосов, в животных новостройках жил колобок 69 голосов, и серийный убийца колобок 200 голосов. Поэтому побеждает вот эта вот персона 5 баллов, и вам по 2. На этом закончился третий раунд, и нам осталось почитать голоса. Ну что, прямо сейчас я готова озвучить баллы, и, в принципе, мы с девчонками поймем, кто оказался все-таки победителем. Итак, Алиса 8 баллов, Настя 6 баллов, и Диана 10 баллов. То есть, Диана у нас сегодня победитель, а девчонки 100% не останутся без приза. Диане я сразу вручаю подарок, это тебе. Туда я положила и косметику, и свою книгу, и много вещичек для того, чтобы снимать какой-то контент. А также очень много приятных призов для ванны, и вообще для всяких штучек, которые тебе 100% пригодятся. А девчонкам я прямо сейчас вручаю, во-первых, по книге по своей. И особенность этой книги заключается в том, что они были выпущены самым маленьким тиражом для моего 18-летия. То есть, книжки, которые сейчас продаются в магазине, они с твердым оборотом, соответственно, они не такие, какие продаются. То есть, эти, они с таким более тонким оборотом, и там подписано, что эти книжечки специально сделаны для того, чтобы подарить кому-то в честь моего 18-летия. А также, девчонки, у меня есть огромное количество подарков, и вы можете прямо сейчас просто без определенного количества времени их разобрать на ваш выбор. Я прямо сейчас их вывалю на стол. У кого-нибудь есть сестренка? Нет, не ради их брата. Братик, тем более. Смотрите, тут, короче, дофига подарков для учебы, наклейки, всякие вот такие вот штучки, резинки, короче, дофига всего. Вот еще всякие замазки, короче, штучки для линз вот такие. И вы можете прямо сейчас просто выбрать, что вам больше всего нравится, и у вас будет огромное количество времени просто на это. Так что, разбирайте. Как интересно. Да, тут очень много вещичек, которые мне реально очень сильно нравятся, и я подбирала специально для вас. Тем более, мне понравилась яркость этой канцелярии, то есть они все не такие темные, знаете, как обычная тетрадь, блин, в светло-зеленом цвете написано «Тетрадь». То есть тут все такое более необычное, а также новые всякие наклейки, можно чем-то их украсть. Или подарить братику. Братику, это можно на телефон. Всем, кому только можно. Так, у тебя есть открытка в коробочке, ты обязательно проведешь сейчас обзор для подписчиков этого за участие. Итак, девчонки, можете сразу попрощаться на камеру. Всем пока, Реван. А сейчас Диана проведет обзор на то, что лежит в боксе. Там более крутые подарки. Я хочу поблагодарить Карину за то, что она подарила мне крючевую эту коробочку. Сейчас хочу вам показать, что она лежит. Тут очень привлекательно. Фрейн, это первый хитрый, открыточка от Карины, что-то интересное. Поставка на телефон, масочка, прикольная ручка. Что-то. Порборы. Подвесочка. Палетка. Маски. Это самая книга. Помада. Очень много масочек. Брон. Хайлайтер. И праймер. Вот и все. Еще раз спасибо. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до самого конца. Если же вам понравились девчонки, обязательно напишите об этом ниже в комментариях. А также, если вы не согласны с тем, что победила главная девчонка, а именно победительница, тоже напишите об этом ниже в комментариях. Инстаграм и девчонок я оставлю ниже в описании. Ну и всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok